Внеочередная сессия Каннского городского совета, включившая в свою повестку более десятка вопросов, оказалась чисто технической. Все проекты решений были обсуждены местными парламентариями накануне на рабочих комиссиях. А вот вопрос, связанный с фурами, которые двинулись в начале ноября по улицам Магистральной и Герцена, вызвал горячее обсуждение. Как Иванец нам на комиссии докладывал, первый заместитель главы города, что дорога сделана, проезжаема, никаких вопросов нет, но воссыпаны не там. Как шли фуры, так и идут. По словам чиновников, объездную дорогу отсыпали и ездить по ней вполне можно. Но почему-то водители большегрузов не рискуют этого делать. Напомним, на прошлой неделе представители администрации и ГИБДД проинспектировали отремонтированные участки и пришли к выводу, что нужно продолжить проводить отсыпку. Но фирма-подрядчик считает это нецелесообразным делать в зимний период. Настаивают, чтобы еще вывозили. Я, вроде бы специалист, считаю, что сейчас нецелесообразно везти, потому что земля уже замерзла, который повеземый материал, он не сроднится со старым материалом. И в течение этого зимнего периода мы будем чистить эту объездную дорогу. Этот материал, соответственно, весь уйдет на обочины. И получится, что деньги на ветер. Тем временем многотонные фуры, игнорируя правила дорожного движения, движутся прямо по Канску, разбивая городские дороги. Глава Каннска намерена подать в суд на ГИБДД, обвиняя сотрудников в бездействии. Мы будем подавать это исковое заявление в силу того, что знаки ограничащего движения грузового транспорта по территории муниципального образования установлены. Нарушение идет массовое. Значит, не принимаются никаких мер сегодня нашими сотрудниками ГИБДД. Кроме материального ущерба, жители Каннска несут и моральные большегрузы, угрожают их безопасности. И если легковые автомобили умудряются маневрировать в условиях перегруженной трассы, то делать это водителям пассажирского транспорта непросто.